В этом есть особенность церкви, что нет ничего в жизни, будь то радость или скорбь, будь то жизнь или смерть, где было бы неуместно Евангелие, неуместно Слово Божье, неуместно поклонение Господу и неуместно было бы, например, богослужение. Это всегда уместно, потому что Господь охватывает как жизнь, так и смерть, как наше земное бытие, так и вечность. И когда мы поклоняемся, вот на похоронах всегда прекрасная возможность, там Диана пела некоторые гимны, там, конечно, собираются не только верующие, там было много неверующих. И знаете, где как ни на похоронах люди так внимательно слушают проповедь Слова Божьего. Я сам в своей жизни пришел к Богу, я знаю, что у всех разные пути к Богу, кто-то через страдания пришел к вере, кто-то через болезни. Вот я в своей жизни не имел никаких страданий, когда пришел к Богу, мне было 17 лет, я был студентом, я хорошо учился, у меня было все в порядке со здоровьем, у меня была любящая семья, у меня было очень много всегда друзей, у меня не было никаких, как бы, таких повседневных особых проблем или бед. Но внутри меня всегда вот этот был вопрос, как это вот я так проживу и однажды меня не станет. И вот этот вопрос небытия, как это вот меня не будет. Если меня не будет, то зачем тогда вообще жить и какой смысл делать добро или зло, прожить достойно, хорошо или непонятно как прожить. То есть какая разница, вот, и если смерть, она все сводит на нет. Вот, и поэтому, когда я повстречался с верующими людьми, то один как бы из ключевых мест Писания для меня, которое меня сильно коснулось, это было слова Господа и Иисуса Христа. «Верующий в меня, если и умрет, оживет». И у нас в церкви немало уже есть верующих за вот эти, уже практически скоро у нас уже сколько, 27 лет в конце года будет, как мы собираемся, служим, 27 лет со дня основания нашей церкви. И уже немало членов нашей церкви, не только уже здесь, но и там уже в вечности, да. И Людмила Галявинских, и Сергея Друзья, очень много, очень много у нас тех вот, кто уже там находится в вечности. И мы знаем, что у Бога нет мертвых. Есть мертвые тела, но если ты возрожден силой Божьей, ты живой. И мы будем вместе во веки веков. Поэтому, вы знаете, я так люблю, я так люблю, когда мы в церкви собираемся, и я люблю иногда, давайте, говорит, возьмемся за руки, помолимся. Потому что, знаете, вот некое ощущение общности, ощущение тела Христа. Вот это то, что необходимо как раз, когда тебе трудно, когда тебе тяжело, когда, может, какие-то страдания или скорби. Но ты берешь руку брата или руку сестры, и ты молишься вместе вашему небесному Отцу, Творцу, который послал на эту землю своего динародного сына, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И вы знаете, несмотря на страдания, несмотря на скорби, внутри появляется такая радость, такое счастье. Вот именно блаженство не от твоих земных успехов или неудач, а именно блаженство от осознания, что ты в руках Всевышнего. И этот Всевышний, он не просто какой-то далекий Бог, но он твой небесный Отец, который любит тебя. Вот эти вот слова, которые мы можем говорить друг другу, Бог любит тебя, это же удивительные слова. Я думаю, нет ни одних слов на земле, которые были бы сильнее этого. Повернись к ближнему своему и скажи, Бог любит тебя, Господь любит тебя. И повернись к человеку с другой стороны. Может быть, ты не хотел к нему поворачиваться, хотел к одному повернуться, а то тебе меньше. Ну и ему тоже скажи, что его тоже Бог любит. Слава Господу. Бог любит тебя. И это же так здорово, что Бог нас любит, а? И у нас в конце будет причастие, мы будем вкушать хлеб и вино, вспоминая о великой смерти нашего Господа, потому что Иисус не просто воскрес, и мы радуемся, какой Он великий воскресший, но Библия говорит, что и мы воскреснем вместе с Ним, а? И поэтому апостол Павел говорит, ну, конечно, это печально, но мы не должны трагически впадать в скорби об умерших, потому что однажды мы все соединимся, и, как написал апостол Павел, так всегда с Господом будем. Слава Господу. Мы будем с Ним всегда. Мы будем. А земной наш путь, к сожалению, конечен. Но для нас это не расставание навсегда, это лишь прощание на время. На время, когда мы все соединимся под головой нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня я хочу вместе с вами открыть послание к филиппийцам, первую главу. Вы знаете, я очень люблю послание к филиппийцам. Это, наверное, самое радостное вообще апостольское послание в Новом Завете, где апостол Павел много раз использует слово «радость». Он пишет «радуйтесь», и еще раз говорю «радуйтесь», потому что обычно нам, людям, с первого раза не доходит. Поэтому «радуйся» и еще раз «радуйся». Скажи ближнему «радуйся», «радуйся». А человеку с другой стороны «еще раз скажи», «еще раз». «Еще раз радуйся». Вот, и знаете, вот в этом радостном послании, что удивительно? А удивительно, что апостол Павел его написал из тюрьмы. Хочу вам напомнить, что вот иногда, когда думаешь о тюрьме, вот, о тюрьме, особенно в западных странах, я вот когда как-то смотрел репортаж о том, как живет в тюрьме норвежец, который, помните, несколько десятков человек расстрелял, да? И он там жалуется, что у него медленный интернет в тюрьме. Он жалуется на это, ему, он страдает без медленного интернета в тюрьме. Вот, и ты думаешь, вот такая тюрьма, да? Вот там и спортзал у него, и библиотека, и интернет. Но интернет, к сожалению, медленный у него. Вот, как он там сидит, непонятно, да? И думаешь, ну, у нас в тюрьмах как-то все не так позитивно, не так радостно, у нас похуже, да, у нас там пожестче, согласен. Но в то времена, в те времена тюрьма была несравнима ни с европейскими тюрьмами современными, ни с нашими даже. Там порой заключенные находились чуть ли не по грудь в воде, они там заживо гнили. И вот, находясь вот в этих ужасных условиях, Павел пишет самое позитивное, самое радостное послание. Поэтому я абсолютно убежден, что нам всем, печальным людям, да, а мы на Руси очень часто печальные люди, нам необходимо изучать послание к филиппицам, потому что в этом послании заложен секрет радости апостола Павла. И я вам покажу один из грани вот этого секрета радости апостола Павла. И мы начнем с вами с первой главы, и в 12 стихе апостол Павел пишет, вы можете следить по синодальному переводу, а я буду читать по современному переводу, потому что два разных перевода, они дополняют друг друга, и смысл слов апостола Павла становится более ясным для нас. Итак, филиппицам первая глава, читаю по современному переводу 12 стих. Братья, я хочу, чтобы вы знали, что то, что произошло со мной, способствовало распространению благой вести. А что с ним произошло? В тюрьме оказался. Итак, что всей дворцовой страже и всем другим стало ясно, что заключение мое вызвано тем, что я следую Христу. У нас в синодальном переводе написано «Притория», да? 13 стих, где тут? Известно всей «Притория». Я хочу сразу напомнить, что «Притория» в то время это была резиденция римского наместника. И там это было определенное здание, где была резиденция римского наместника. Например, Понтий Пилат, он судил Христа, находясь в «Притории». И в этой же «Притории» были казармы, то есть там находились римские солдаты. И нередко в «Притории» также располагалась темница. В частности, вот апостол Павел находился вот в такой темнице при «Притории». Ну и, естественно, вся «Притория», то есть вся резиденция римского наместника, и солдаты, стражники, и заключенные, ну и сам, естественно, наместник, знали о том, кто находится в их стенах. И вот смотрите, интересно, 14 стих. «К тому же большинство братьев в Господе собрались с Духом из-за моего заключения и стали более откровенно и без страха высказываться о Слове Божьем. Правда, что некоторые из них проповедуют Христа из соперничества и зависти, но другие делают это по доброй воле. Эти люди поступают так из любви, ибо знают, что Бог поставил меня защищать благую весть. Другие же, однако, проповедуют Христа из самовлюбленного чистолюбия, а не от искренности, ибо думают, что смогут причинить мне неприятности, пока я в узах». И вот тема моей проповеди – это начало 18 стиха, правда, по современному переводу. «Да разве это важно?» Вопрос. У нас здесь стоит что? Но что до того? Мне очень нравится, вот в еще одном современном переводе российского библейского общества стоят такие слова. «Ну и что?» Вот это, наверное, наиболее соответствует, я вот смотрел тексту греческому. «Ну и что?» «Ну и что из того?» «Ну да разве это важно?» Вот вы знаете, я в свое время, когда первые свои самые, наверное, разы читал послания апостола, у меня было несколько вопросов, то есть как-то я не очень понимал, почему он делает те или иные свои высказывания. И вот как раз это место было одно из таких вот каких-то спорных для меня в то время моментов. Я как-то подумал, подожди, подожди, апостол Павел, подожди, подожди. Что это значит? Разве это важно? Конечно, это важно. А как это не важно? Как бы ни проповедовали Христа, одни там, чтобы себя показать, там вот дословно в греческом стоит, как бы для вида, как бы больше пытаясь себя продвинуть за счет Христа, чем Христа в своей проповеди. А другие искренне, или как написано дословно в греческом, по истине, по истине, то есть искренним, с истинным своим сердцем проповедуют. Как это не важно? Я считал, это чрезвычайно важно. Пока вот некоторое время назад, когда я снова перечитывал послание к филиппийцам, и снова наткнулся на это местописание, и вижу, что да, апостол Павел говорит, что ну вот, ну и что до того? Ну и что? И таким образом апостол Павел показывает, что есть некоторые вещи в нашей жизни, к которым мы думаем нужно относиться очень серьезно, хотя на самом деле к ним не нужно относиться так уж очень серьезно. И здесь дело не в том, что Павел был равнодушный или ему было все равно. Нет, Павел не был равнодушным. Павел был, наоборот, человеком бесстрашным, свободным. И здесь показано, что у апостола Павла не было какого-то такого узкого сектантского взгляда. Апостол Павел писал в своих посланиях некоторые вещи, которые сегодня, ну, порой современным проповедникам трудно уложить в своих головах. Например, надлежит быть среди вас разномыслию. И в греческом стоит это слово ереси, хереси. То есть надлежит быть среди вас дословно ересям. Ну, а надлежит быть, ну, что, ересям. Как это, Павел, ну и что? Среди нас ересям. Ну, мы должны тут очень серьезно. А Павел говорит, ну, надлежит быть среди вас ересям, дабы открылись среди вас кто? Что? Искусные. Думаешь, вот это да, Павел. Как это так вот? Как это так? И драгоценное, когда вот мы читаем его послание, мы видим, что апостол Павел порой спокойно относится к тому, к чему мы с вами вот совершенно, совершенно относимся неспокойно. и в этом я еще раз подчеркиваю не равнодушие Павла, а его удивительное доверие Господу. Он удивительным образом доверял Господу. Вы знаете, что не так давно я вернулся из Калифорнии, где проходил пастырский саммит, посвященный анализу харизматического движения. Думаю, некоторые из вас даже видели, да, кое-какие передачи с этого пастырского саммита, где собрались пастыры с разных стран, я даже скажу, с разных континентов, и там вот это обсуждали, и в том числе ересь, и что такое ересь, да, как с ересями бороться. И вот среди нас есть такие проповедники, они какие-то вот ненастоящие, что ли, лицемерные, на показ это все делают, и мы должны их выявлять как-то, мы должны их на чистую воду выводить как-то. Вот, и знаете, я там находился, и в то же самое время как бы ощущал себя, вот, ну не то, чтобы я как бы хочу всеми руками за ереси, да будут ереси, да нет, но как-то я абсолютно убежден, что Церковь Иисуса Христа — это живое тело, и у нас голова Иисус Христос, и даже если есть какие-то болячки, то все равно пройдем через это, и только иммунитет еще сильнее будет. Я не знаю, понятно или нет, да? Я вообще, знаете, к такой вещи привык, что вот, ну и что, причем многие-то это не поняли, и мне даже говорят, Виктор, Виктор, там мне писали сами реки, обрати внимание там на саммите, на комментарии, которые пишут, на комментарии, и там в этих комментариях один из людей, которых больше всего критиковали, один из них, это был я. Меня там все критикуют, вот, Судаков, он должен был четко сказать, он не четко сказал, что это такое, что это вот такое. На самом-то деле я четко сказал, но может быть не то четко, что они хотели, чтобы было четко. Потому что для людей четко, это то, что они думают четко, вот это такое четко, а вот то, что ты говоришь четко, это вообще не четко. И то, что я говорил, как-то им было, вот, и там, смотри, комментарии, И я там открыл в интернете и стал смотреть. И там что-то кто-то меня критикует, кто-то что-то такое. Я сначала стал читать. И знаете, когда я стал читать... Ну кто любит читать про себя плохое? Поднимите руки. Что-то никого нет. Я тоже не люблю про себя читать плохое. Я стал про себя читать плохое. Там столько написано. Очень умные верующие, они прям все видят. Анализируют тебя прям. Анатомируют. Я стал читать про себя плохое. А потом я вдруг подумал, что я ерундой занимаюсь? Ну если, например, я что-то сказал, а ты не понял, так у кого проблема? У тебя. И вы знаете, и у меня внутри вот возникло это... Подожди, подожди, что я это читаю? Разве это важно? Ну разве это важно? У кого-нибудь из вас была такая ситуация, что вы с кем-то общались по какой-то ситуации или проблеме, и тот, с кем вы общались, вас не понял. Вот вы ему говорили, а он не понял. Точнее, он понял, но по-своему понял. Поднимите руку. Да? У всех такое было. У всех такое было. Я вообще, знаете, это замечаю в своей жизни. Чем больше я порой переживаю Господа и познаю Его, тем меньше меня порой некоторые верующие понимают. Мы такие все думают, вот это да. И сначала я так сильно переживал, думаю, что-то я как-то уж так в богопознание ушел глубоко, что некоторые уже на меня коситься начинают. А потом я вспоминаю нашего Господа Иисуса Христа. Вот он не переживал из-за того, что его очень много людей порой не понимали. Когда, помните, однажды он говорил о своей плоти и своей крови, вот как раз мы сегодня будем с вами причастие принимать, да? И что люди поняли? Ушли. Вот эти толпы его учеников ушли. И с ними осталось 12. И я вот так себе думал, представьте себе, после очередной проповеди вся церковь уходит, говорит, все, Виктор зашел не туда, все уходят, остается только штат, кто зарплату получает, куда им идти? У нас тут касса. Понимаете? И я вот себе представляю такую ситуацию, вот все уходят, и я остаюсь, и горстка людей остается, что бы я начал делать? Я бы начал, чтобы хоть едите-то никуда не ушли. Я говорю, понимаете, я имел в виду не то, что они подумали, на самом деле, ну вы-то меня хоть понимаете? То есть я бы стал нервничать, думаю, если еще эти уйдут, то мне что остается? А Иисус поступил вообще не так. Он говорит, так, а вы что сидите, может, и вы уйдете? Может, и вы пойдете куда-нибудь? Они говорят, ну нет, нам некуда идти, тут мы уже привыкли, нам хорошо тут с тобой, и все. То есть, понимаете, вот опять-таки, это что, равнодушие Иисуса? Что Ему было все равно, что большинство учеников оставило? Ему вообще все равно было? Он был такой, а-а-а, мне все равно. Какая разница? Да нет. Мы знаем, что Христос переживал за каждую душу. Но дело-то в том, что есть моменты, когда, которые мы очень серьезно относимся, но к этому не нужно очень серьезно относиться, потому что, поймите, мнение людей, а для нас очень часто, вот мнение людей, это как бы критерии успеха. Если нас все хвалят, все понимают, и говорят, ой, какой он классный, и ты так чувствуешь себя хорошо. А если вдруг кто-то что-то не понял, и говорит, что-то он сегодня говорил, вообще о чем было? Кто может слушать сию? Вообще? И ты сразу нервничаешь. Ой, как же так, меня не понимают. Как же так, меня не понимают, да? Ты начинаешь переживать. Для нас мнение окружающих чрезвычайно важно. Но давайте подумаем, если бы для Иисуса Христа чрезвычайно важно было бы мнение окружающих. Он смог бы исполнить волю Небесного Отца? Он отлично понимал. Да, сегодня они будут кричать «Асана!», а завтра, под влиянием очередной передачи вечером, вечер там с каким-нибудь Понтием Пилатом, посмотрят по телевизору, и все будут кричать «Распни!», «Распни!». А послезавтра три тысячи покаятся. Ну, люди такое вот, они как волны. И ориентироваться на людское мнение, на одобрение. Вы знаете, вот очень часто то, что мы подразумеваем под дружбой, на самом деле не дружба, а попытки впечатлить друг друга своим успехом. И если эти попытки неудачны, то и как-то дружба неудачна. И возникает вопрос, а что для тебя важно? А что для тебя важно? Для нас очень часто важны именно внешние вещи. И мы даже не задумываемся, что эти внешние вещи очень быстро меняются. Сегодня есть, завтра нет. Сегодня «Асана», завтра «Распни!», а потом «Великая Церковь». Нет, мы за это переживаем. Мы за все переживаем. Вы знаете, вот как для меня легко стало, когда я, помню, за все переживал, потому что я из породы тех людей, у которых вот обо всем есть свое представление. У меня есть какая-то определенная картинка. Вот, например, Рождество должно проходить вот так. И я уже представляю, как должно проходить Рождество у нас в церкви. Праздник Рождества, концерт должен проходить вот так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, а потом вот так в конце. И начинается Рождество, и что-то тут не так, там не так, тут не так, там не так, тут не так, и в конце не так, как я хотел. То есть хорошо, но недостаточно хорошо. И у меня уже нет настроения, и у меня уже нет радости. Виктор, хороший был концерт. Да, концерт-то был хороший, но не все так. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Ну не все так, как я хотел. Вот этой песни, которой я хотел, почему-то не было, а вот там была какая-то песня, ее могли бы и не петь. И поэтому мне уже Рождество, не Рождество, Пасха, не Пасха, праздник, не праздник, все не так. И вы знаете, я, скажу вам так, долгое время мучил вот таким своим отношением окружающих, и в последнее время я чувствую, Бог начинает менять мое отношение. И я вот слышу вот этот вопрос, который задает вопрос апостол Павел, разве это важно? Ну разве это важно? Вот должно быть так-то и так-то. Подожди, ты в кого веришь? В Бога или в свои картинки жизненные? Ты в кого веришь? В Бога. А почему тогда ты так переживаешь? То есть, понимаете, есть некоторые вещи, которым не нужно относиться слишком серьезно. И из-за того, что к этому слишком серьезно относятся общество современное, еще ничего не означает. Нужно быть проще в чем-то. Проще. И ты тогда вдруг увидишь, что ты становишься более счастливым человеком, если не зацикливаешься на каких-то неудачах, мелочах. А вот эти ереси. Как это ереси? А вот там проповедник какой-то появился. И вот сейчас некоторые проповедники. А вот там проповедники какие-то появляются. И люди там из церкви могут уйти. И придут к нему. И из моей церкви уйдут. И как это может быть? Ведь мы тут проповедуем истину. А они ереси. Они уходят в ереси. Переживают, переживают. И обсуждают разных проповедников. Я помню, у нас было пастырское собрание. Мы там не только на саммите были, но еще между этими сессиями саммита общались. И я говорю, братья, да слава Богу за этого проповедника. И за то, что все к нему уходят. На меня так все посмотрели. Говорят, в смысле пастыр? А я говорю, так на то и щука, чтоб карась не дремал. У нас постоянно какие-то появляются. Там кто-то уходит, кто-то приходит. Это постоянно держит нас в тонусе. Понимаете? А если бы у нас была всего одна церковь евангельская, новая жизнь, и вообще никакой другой церкви не было бы. И мы бы такие сидели, и все, пожалуйста. Чего нам тут шевелиться? Чего нам что-то двигаться дальше, развиваться? У нас тут, знаешь, молодец среди овец. Никакой конкуренции. Но Библия говорит, что железо железо острит. То есть, когда кто-то там появляется, и там что-то интересное, это дает тебе стимула. Да ты не сиди спокойно. Что-то давай иди дальше, двигайся, развивайся. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? А вот там есть какая-то группка. Вот там у них это. Слава Господу. Давайте здесь молиться, потому что Бог не только их любит, но и нас любит. Или мы верим, что Бог их любит, а нас вообще не любит, а оставил нас тут, бросил всех. Сидите тут без духовных дорог и без исцеления. А, там не настоящее исцеление, там придуманное исцеление. Ну, пускай. Но мы-то должны молиться о настоящем. Мы же верим, что должно быть настоящее. А вот там лжепророчества постоянны. Давайте изобличим у этого лжепророка. Давайте-ка это верить в лжепророка. Послушайте, что нам до этого лжепророка? Давайте искать Божьего и искать нормальных пророчеств. Ну, почему мы все время концентрируемся вокруг плохого, и из-за этого переживаем, и переживаем, переживаем, и переживаем, и переживаем, переживаем, и переживаем. Я вот, знаете, хочу такую вещь сделать. Вот давайте, пожалуйста, буквально на несколько, ну, на короткое время встанемся. Из уважения ко мне. Встанемся. Молодцы. Все встали. И я хочу теперь, чтобы те из вас, кто в последнее время, ну, примерно где-то в течение последнего месяца, ну, может быть, немножко больше, вы переживали какие-то плохие, негативные мысли. Может быть, даже какие-то, вот просто вот, может быть, даже кому-то депрессия приходила. Вот если вы переживали, пожалуйста, сядьте. Вот если за последнее время какие-то вот, ну, что даже, может быть, кому-то жить не хотелось. Хорошо. Если кто-то из вас в последнее время пережил потерю какого-то близкого для вас человека, близкого, дорогого, родственника или очень близкого друга, тоже, пожалуйста, сядьте. Если кто-то из вас в последнее время пережил какое-то несчастье, вот что-то там где-то случилось, либо на производстве, где-то на работе, что-то такое, вот какая-то, ну, то, что мы называем беда, тоже, пожалуйста, сядьте. Хорошо. Если кто-то из ваших близких или вы сами в последнее время болел, или там какой-то тяжелый недуг, или еще что-то, может быть, кому-то врачи говорили, какой-то диагноз неутешительный, тоже, пожалуйста, сядьте. А теперь посмотрим на этих стоящих счастливчиков, а? На этих бесстыжих, счастливых людей, у которых за последнее время не было проблем. А подумайте, сейчас кого больше, кто стоит или кто сидит? Кто сидит. А еще вопрос. А кто счастливее? Те, кто уже пережил, например, что-то тяжелую потерю, или вот они стоят, они же еще переживут, да? До конца года-то еще осталось время у нас, а? Что-то плохое. А может быть, хорошо, что вы уже прошли то, через что, например, кто-то стоит еще не прошел? А? Спасибо. Те, кто счастливчики стоят, можете сесть. Я к чему это хотел показать, драгоценное? Да то, что большинство из нас только за последний месяц, если бы я сказал, например, за последний год, или за последние пять лет, то ни один бы не стоял, правда же, а? Так только за последний месяц мы что-то пережили трагическое, какую-то беду, какое-то несчастье, какую-то потерю, какие-то страдания, какую-то болезнь, мы через все это проходим с вами. И если, драгоценные, мы будем чересчур серьезно относиться ко многим вещам, то мы дальше жить же с вами не сможем. Если мы будем мерить нашу жизнь критериями только внешнего успеха, или внешних каких-то достижений, или вот как некоторые думают, вот я родился для великого. Вы знаете, с одной стороны, хорошо вдохновлять себя на большие вещи, но с другой стороны, есть, понимаете, есть другая грань, когда ты, я великий человек, я Бог мой небесный отец, я рожден для великого, для великих свершений, я чувствую, вот они грядут. Вот есть обратная сторона у этого. С одной стороны, хорошо, как я сказал, быть нацеленным на большие вещи, но с другой стороны, если ты будешь мерить себя какими-то великими критериями, то ты можешь прийти к такому неутешительному выводу, что ты полный неудачник. Помните, я рассказывал вам про Андрея Миронова, который в одном из последних беседе со своими друзьями перед смертью, ему как раз было 46 лет, когда он умер. Мне сейчас 46 лет, я смотрю, думаю, я уже прожил, сколько Андрея Миронов прожил, да? И этот Андрей Миронов сказал, что его жизнь не удалась. Актер, которого любила вся страна. Сейчас молодежь уже Андрея Миронова не знает. Но более старшее поколение. Был ли еще такой любимый актер, как Андрей Миронов? Один из самых любимых актеров. Но что-то в его жизни же не удалось. Я думаю, ничего себе, человеку 46 лет, он всемирно любим всей страной, и говорит, моя жизнь не удалась. Мне 46 лет? Если его жизнь не удалась, то что с моей жизнью не так? Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Или наша любимая советская актриса Фаина Георгиевна Раневская, которая тоже в последнем своем телевизионном интервью сказала, что она не сделала ничего, о чем мечтала в юности, и не сыграла тех ролей, которые хотела. До сих пор цитируют высказывания Фаины Георгиевны, а? До сих пор эти фразы из фильма «Муля, не нервируй меня!» Все знают, сколько лет прошло после ее смерти. И этот человек говорит, что он не сделал ничего из того, что он мечтал сделать в юности. И ты думаешь, если уж Фаина Георгиевна ты ничего не сделала, то я-то кто тогда вообще? Я-то кто тогда вообще? У нас у всех, знаете, заложена какая-то идея «памятник себе воздвичный, рукотворный». И нам иногда кажется, что можно такое сделать, что на все человечество повлияет. Но в действительности, если мы с вами подумаем, время приходит, и как песок засыпает. Я помню, даже, знаете, в моей юности, когда мы учились в школе, ну вот Пушкин, свет русской поэзии. Сейчас уже, я смотрю, у детей в школе совсем другое отношение к тому, кого мы называли в свое время гениями. Уже не так. Уже многое непонятно. Помните, даже как-то Сергей Васильевич Риховский у нас тут на сцене рассказывал, как молодежь трактует некоторые фразы из стихов Пушкина по-своему, там, про кибитку и прочее? Удалую. То есть они уже это не воспринимают. То есть для них это часть программы. Не как для нас. Вот вечерком для души почитать Евгения Негина. Я помню еще было. Но у них такого уже нет. Они там для души другое слушают. И это уходят эти прошлые гения, как уже Гомер. Великий Гомер, да кто его читает? А до Гомера, что и вообще никого не было? Там тоже кто-то что-то писал. Ну ничего не осталось? Ты скажешь, ну у них не было там аудио, видео. Ничего не осталось. У нас это все есть, мы все оставим. У нас этого так много, что тоже, мне кажется, ничего не останется. Ну вот даже когда хоронили, вот тесте моего, да, вот в альбоме искали фотографии. Как мало фотографий вообще там? Парочку со свадьбы, с юбилея там еще какие-то. А тут ты вышел из дома, у тебя тысяча снимков, пока ты до работы дошел. Я думаю, в таком потоке вот этих все теряется. Все важное теряется. Когда все можно снимать, это все равно, что и вообще ничего. Понимаете, да, о чем я говорю? А для нас так кажется, вот как же, как же, как же. И поэтому, знаете, вот этот вопрос, разве это важно, милые мои? Вот я хочу обратиться к тем людям, которые здесь сидят и которые, может быть, в последнее время вы переживаете какое-то несчастье. Или вот что-то вас очень сильно вот либо нервирует, либо не дает вам нормально уснуть. ведь нередко проходит время и нам смешно то, о чем мы так сильно когда-то переживали. Я помню, как я сильно переживал в 10-м классе перед экзаменами. Я очень сильно переживал перед экзаменами. Особенно перед экзаменом по химии. Потому что химия, это была был тот предмет, который у нас не было взаимностей с химией. Мы не любили друг друга. Я помню экзамен по химии. Это сейчас молодежь, она может выбирать там какие-то экзамены. Но я помню, а раньше все у тебя химия и химия. Я говорил, да я иду по гуманитарной линии, там, инъяс, литература. Они говорят, нет, нет, химия нужна. И я помню, я сижу за неделю перед экзаменом. Взял учебник по химии. Он новенький. Я открываю его и начинаю ножичком разрезать страницы первые. Они еще так. Из типографии почему-то раньше. Вот они не все были. Я разрезаю, начинаю читать. Прочитал первые две страницы и понял, что даже разрезать не нужно. За неделю я это не пойму. Потому что это только неорганическая химия, а там еще органический второй учебник. Там вообще, я его даже, по-моему, не получал. Вот. И я такой сижу с этим учебником и все. И все. Я так понял, что даже разрезать не нужно. Но это правда было такое у меня по химии. Я вот то, что занимался, учился на отлично, а то, что не занимался, вот так вот. И вот я всю неделю вот мне снились кошмары. Правда. На экзамене про химию. Один из моих кошмаров. Это экзамен про химию. Просто ужас какой-то. Вот. Спать не мог. Нервничал, ходил. Переживал. Сейчас вспоминаю, думаю, чего я переживал. Вот сейчас думаю, вот чего я переживал. Вот у вас есть такое? Вы думаете, а чего вы переживали так сильно, а? Вот чего я переживал-то? А переживал. А сейчас я думаю, да разве это было важно? И многие вещи в нашей жизни, поймите, если мы начнем спрашивать себя, вот честно и искренне, а разве это важно? Ой, в нашем городе повелись еретики, и они там людей из всех церквей завлекают, они вообще там не поймешь, Виктор, во что верят. Да милый, да разве это важно? Ну как ведь люди уходят? Ну так давайте лучше Евангелие проповедовать истину, а? Если люди так активно в каких-то елесях, ну давайте истину проповедовать лучше, чтобы в городе были искусные и показаны. А кто такие искусные? Мы с тобой должны быть этими искусными. Не будем мы с тобой, будут еретики, а? Не нужно переживать особенно, не нужно вот это париться, ходить, ой, как же так, вот как же, как же, как же, как же, как же. Да слава Господу. Бог удивительным образом может все обернуть ко благу. если ты посвящен и предан Ему, даже когда тебе кажется, что все идет не так. Апостол Павел, он показывает, вот я сейчас нахожусь в узах, в темнице, ужаснейшие условия, но я радуюсь, потому что даже это все Бог может обернуть ко благу. Понимаете? Ко благу. Я понимаю, что, когда я об этом говорю, некоторые, особенно у кого проблемы, вам трудно услышать, что я хочу вам сказать, потому что, говорит, Виктор, да ты, как я помню, я о депрессии проповедовал, у нас, помните, была проповедь, о депрессии, я как-то говорил, и там в комментариях одна написала под этой проповеди, если бы этот пастор понял, что такое переживать по-настоящему депрессию, ну да, конечно, я же не понимаю ничего. Я же не по этой земле хожу. У меня же все, одни радости и цветочки в моей жизни, я ничего не понимаю. Да, милые мои, все мы проходим через трудности, через скорби, через страдания. Но очень часто, мы не должны слишком серьезно к этому относиться. Вот слишком серьезно. Вот мы, когда с Дианой поженились, знаете, у меня такая была проблема, я порой слишком серьезно относился вот к тому, что она скажет. Вот почему она так сказала. Вот бывает, особенно, когда люди поссорятся, а в семье иногда люди ссорятся. Даже в пастерской. После этого можешь уходить из церкви и никогда не приходить. Я скажу, ну, если у пастора в семье проблемы, тогда вообще надежды нет, все. И вот в ссорах люди порой говорят друг другу не то, что думают, а лишь бы сделать друг другу больнее. Есть такое? Вот хочется вот так сказать. И вот я мучился. Бывает, в ссорах, что-то ко мне такое скажет. Я хожу весь и переживаю, думаю, я столько лет верой и правдой служу моей семье, делаю лучше, на что способен. А награда, вот эти слова, и начинаю париться. Пока однажды Господь мне сказал, да послушай, ты просто человек, что-то сказанул. Потом уже сто раз покаялся, а ты ходишь и паришься, ходишь и паришься. Да забудь ты об этом. Ты скажешь, пастор, ты что учишь меня, что необходима легкая доля пофигизма? Именно этому я тебя и учу. Именно этому. Вот иногда нужно, иногда мы, мы иногда в семьях друг друга просто терроризируем своим серьезным отношением. Да будь ты проще. А подумай ты про себя. А у тебя были такие вещи, что ты сделал, что ты это не имел в виду, а просто вот, ну, мы себя за все прощаем. Себя мы судим по мотивам, а других по словам. Да, я, может быть, сказал плохое, но в душе-то я любил, а она-то что сказала? Относись проще. И ты вдруг увидишь, что вам будет проще проходить через многие сложности и трудности, потому что мы люди, и мы ошибаемся. Мы люди, и мы по-другому говорим не то, что думаем. Делаем не то, что говорим. Понимаете? А люди думают, нет, Виктор, надо. Либо черное, либо белое. Да в жизни столько оттенков всяких разных. Доверь Богу суд. Поэтому, я думаю, Господь и говорит, да ты не суди раньше времени. А мы хотим все судить. Мы хотим все судить. Помните, к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. По закону Ветхого Завета ее что должны были? Побить камнями. Что, не по Библии они говорили, что ли? Не по Ветхому Завету, что ли? По Ветхому Завету. Побить камнями. Вот. А Иисус, помните, что сказал? Кто из вас без греха, первый брось с нее камень. Помните эту историю? В Евангелии так все красиво. Эти люди стыдливо ушли. Но в жизни часто бывает немножко по-другому. Эти люди говорят, слушай, ты что, беспринципный, что ли? Ты что, не по Библии, что ли? Как это так? Слишком какой-то ты любвеобильный. Как-то нельзя так слишком. И они могут еще эти камни ее побить и тебя еще побьют. В жизни может и так быть. Так происходит. Люди часто, знаете, они пытаются вот либо так, либо так, либо так, либо так. А важно было в этом ситуации только Божья любовь. О чем и сказал Христос. Говорит, женщина, где твои обвинители? И я не сужу тебя. Иди, впредь не греши. Это удивительно. Как он был переполнен любовью. И по большому счету только любовь и имеет большое значение. У нас вот в четверг Галя учила, она такую фразу сказала, мне очень как-то коснулась. Она сказала, говорит, познание Бога это познание Его любви. Это так и есть. Познание Бога это познание Его любви. Когда мы на переполненной любовью. Вот это важно. А вот как-то часто мелочи, детали. А что же важно? Что же важно? Смотрите, апостол Павел продолжает, да? 18 стих читаем. Я по современному переводу, здесь будет по синодальному. Разве это важно? Ну, что до того? Или, ну и что? И дальше написано в современном переводе. Важно то, что так или иначе из добрых или корыстных побуждений провозглашают Христа, и поэтому я предаюсь ликованию. И ликование мое будет продолжаться. Ибо знаю, что это принесет мне освобождение благодаря молитвам вашим и поддержке Духа и Иисуса Христа. Я стремлюсь к этому и надеюсь, что я не разочарую Христа ни в чем, а буду сейчас так же смел, как и раньше. И Христос будет возвеличен в теле моем, буду ли я жить или умру. Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Но если я буду продолжать жизнь во плоти, то порадуюсь плодам своих трудов. Так что я не знаю, что избрать. Мне приходится поневоле делать выбор между двумя возможностями. У меня есть желание расстаться с жизнью и быть со Христом, ибо это было бы во много раз лучше. Но более важно для вашего спасения, чтобы я остался здесь во плоти своей. И так как я убежден в этом, то знаю, что останусь здесь и буду продолжать оставаться с вами ради вашего духовного процветания и счастья, приносимого верой. Чтобы у вас было еще больше оснований гордиться мной во Христе Иисусе, когда я снова буду среди вас. И вот он говорит, а что же важно? Важно оставаться здесь и делать лучшее с Божьей помощью, с Божьей силой для тех людей, кому ты служишь. Вот что важно. Ни эти мелочи, ни эти несчастья, ни эти какие-то ни суразицы, ни состыковки. У всех в жизни это происходит постоянно. Что-то пошло не так, что-то вот случилось, что не должно было случиться. Кто-то что-то сказал, а ты ожидал, что он другое скажет. А тут такое произошло, а у тебя уже так всего много произошло, и это еще произошло. Ну, думаешь, ну, как же так, у меня столько проблем, и тут еще одна проблема. И вот мы начинаем накручивать себя, накручивать себя, что-то не так. Хотя мы забываем, да у всех что-то происходит не так. У всех какие-то бывают ожидания, а реальность не такой. У всех что-то бывает случается, и каждого бывает обсуждают за спиной там или еще какие-то вещи. И говорят, да я знаю, что и среди вас есть люди, которые столько вещей говорили обо мне за моей спиной, и не очень хорошее. Посмотри на соседа. Говорили же. Кто-то что-то говорил. Ко мне иногда некоторые люди подходят и говорят, пастор, меня Бог так сегодня коснулся, прости, я тут некоторые вещи про тебя говорил, нехорошие, я каюсь так перед тобой, прости. Вот никогда ко мне больше так не подходите, пожалуйста, а? Нет, потому что я вот выхожу на сцену, смотрю, ничего не знаю, так всех люблю, ничего не знаю, такие все чудесные, красивые, зачем мне знать, что кто-то что-то говорил, покайся пред Богом и будь нормальным. Мне это вообще не важно знать, вы понимаете? Если кто-то что-то плохое про меня говорил, прощаю во имя Господа Иисуса Христа и ныне и присно и во веки веков, иди и впредь не греши. Я признаюсь, что я и тоже иногда бывает что-то говорю про тебя, а? Тоже прости меня. Но мы иногда друг другу не нравимся, но мы же семья. Вы знаете, чем отличается семья? Вот в гости ты пришел такой красивый, нарядный, все такое, пришел и ушел, а в семье тебя видят разным и в настроении, и в ненастроении. Но в этом есть чудо семьи, тебя знают разным. Ну, продолжают любить. Точно так же мы с вами, мы же с некоторыми из вас сколько уже тут? По 20 с лишним лет вместе, а? Мы же уже знаем друг друга, ой-ой-ой, как? И для меня главная награда, что вы знаете меня с разных сторон, но все равно продолжаете ходить, потому что мы одна семья и одна церковь. Это главное. Для меня, когда, помните, у нас было 25 лет, и когда у нас сколько там людей-то вышли, кто уже больше 20 лет в церкви? Около 200 человек, и думаю, ничего себе, 200 человек с начала двух 90-х годов здесь ходят в церковь. Для меня это было вот главное какое-то удивление и награда. Я думал, вас меньше. Потому что, ну да, всякое было, и бываешь не в настроении, а от пастора ожидают, что все могут быть не в настроении, но не пастор. Все могут неудачно шутить и говорить не совсем то, но не пастор. Мы ожидаем, что пастор должен быть каким-то небожителем. И когда вдруг видишь, что пастор тоже человек, по-моему, разочаровывается. Но мы одна семья. Мы видим друг друга с разных сторон, но продолжаем уважать и любить, и когда необходимо прощать друг друга. Потому что это ерунда, милые мои. Это ерунда. Не концентрируйтесь на этом. Это не важно. Важно, что мы преодолеваем это. Важно, что мы прощаем друг друга. Важно, что несмотря на наши недостатки, на наши какие-то промахи, мы каемся, встаем и продолжаем идти. Важно то, что вот если нас Бог еще оставил здесь, значит, у Него есть призвание, и Он хочет через нас, и это единственное имеющее значение, Он хочет через нас коснуться людей, которые окружают нас, принести им любовь, принести им добро, принести им благословение. Вот что важно. И поэтому апостол Павел, он говорит, ребят, да не важно это. Вот эти разборки между вами, эти попытки что-то выяснять, это наша плоть, она хочет всегда быть правой. Она всегда хочет быть правой, доказать что-то кому-то. Но это не важно. Важна на самом деле любовь и единство. Важно умение прислушиваться друг к другу и уважать, даже если, положим, сейчас вы имеете разные мысли, разные мнения, но вы все равно любите друг друга и продолжаете уважать, даже не похожих на вас. Вот что важно. И вот любовь Христа, она объемлет нас. Если у нас это будет, то мы будем настоящей семьей нашего Господа Иисуса Христа, а не деноминацией, которые вот мы правильно все тут делаем, а тут вот там все кто-то неправильно делает. Нет. Мы семья, мы семья Господа Иисуса Христа. Мы любим друг друга, мы ценим друг друга, мы уважаем друг друга, и мы стремимся, поскольку нас Бог еще оставляет в этом теле, исполнить Его призвание на этой земле. И мы изменяемся, мы преобразуемся, мы извлекаем ошибки, уроки из ошибок и продолжаем идти дальше. Вот это важно. А то, что там кто-то что-то сказал, сделал, «Да прости ты, да примирись ты, да отпусти». Некоторым из вас нужно отпустить кое-что из своей жизни, которое вас вот гнетет. Там кто-то что-то сделал, сказал, «Да прости ты, отпусти ты». Не важно все. Люди, бывает, столько делают глупых вещей, ну сам по себе можешь судить. Но тем не менее, мы продолжаем идти, потому что одно только важно быть с Господом, развиваться и двигаться дальше. И все это скажут. Давайте прямо сидя, возьми руку ближнего. Вот что важно. Важно, что мы можем собраться и держать за руки друг друга. Важно, что мы можем любить друг друга, не похожих. Важно, что мы можем служить друг другу. Важно, что мы можем прощать друг друга. То, что в мире там люди бывают, на всю жизнь запоминают, а мы здесь можем прощать друг друга. Кто из нас не делал ошибок? Кто из нас не делал того, за что нам потом бывало стыдно? Сколько мы делали, да? Так вот, будь к другим, милостив, так же, как ты милостив к себе. Бог нас прощает. Тебе ли не прощать своего ближнего? И когда что-то идет не так, и тебе кажется, что все плохо, помни, Бог не потерял своей власти. Он не потерял своего контроля. Он не потерял своего могущества. Он не потерял этого. Он все держит в своей руке. Конечно, мы стараемся делать лучшее, что можем. Но если что-то идет не так, и как-то не совсем, как мы думали, или планировали. Будь в этом проще. Ну и что? Ну, так вот, да. Ну, могло бы по-другому. Ну, хотелось бы, чтобы все проповедовали искренне. Конечно же, хочется, чтобы меньше было лицемеров. Хочется, хочется. но если кто-то лицемерит, ну, кто-то там неискренний, ну, доверяй-то Богу. Не ходи все время с недовольным лицом, если что-то не так, как тебе хочется. Этот мир не ты создал, Бог создал. Этот мир придуман не нами, этот мир придумал Господь, пела Пугачева. Поэтому Бог создал этот мир. Он держит все. И даже если что-то идет не так, апостол Павел говорит, Бог любящим все, не только хорошее, все обернет к обламу. Все, если ты доверяешь Ему. Вот это важно любить. Вот это важно доверять. Вот это важно прощать. Это важно. Это важно исполнять свое призвание. Это важно стремиться до последнего часа на земле делать все, чтобы окружающим было хорошо. Как сказал поэт, хоть немножко светлей, вот хоть немножко светлей, чтобы было окружающим. Вот это важно. Чтобы ты нес свет. Это важно. всемогущий Господь, спасибо тебе за то, что ты собрал нас таких непохожих, таких разных, таких отличающихся друг от друга. ты собрал нас Господь и простил. Да, Боже, мы делали вещи, за которые нам порой стыдно, но ты простил нас, ты покрыл нас своей милостью, и это важно. Ты возлюбил нас, когда мы жили еще во грехах, и это важно. Ты спас нас и оправдал, и это важно. Ты взял на себя грехи всего мира, и это важно. Ты избавил нас от проклятия, и сделал нас детьми своими, это важно. И мы знаем, что мы находимся в твоей руке, в жизни той или в смерти, и это важно. Важно то, что мы в твоих руках, Господь. Важно то, что мы можем здесь собираться и возвращаться к нашим истокам, к Тебе, Господь, ибо Ты источник жизни. Мы можем соединяться с Тобой, с нашим источником и наполняться здесь любовью, прощением, милостью, снисхождением, не участвовать в этих межцерковных разборках, в этой религиозной политике, а служить Тебе и быть настоящими, Господь. И быть настоящими. Быть настоящими. Я молю Дух Святой прямо сейчас исцели Божия чьего-то сердца, у которых возможно какие-то глубинные переживания. Бог, я молю, чтобы прямо сейчас этот человек возложил это на Тебя. Свои проблемы, скорби на Тебя, ибо Ты заботишься о нас. учи 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 нас, Господь, не расстраиваться из-за мелочей, не переживать так сильно из-за проходящих вещей. Сегодня мы, может быть, спать из-за этого не можем, а потом нам будет смешно. Я молю, мой Бог, чтобы мы учились не концентрироваться на этих негативных мелочах, не воспринимать слишком серьезно, если кто-то там не согласен или не понимает нас, или не так оценивает, как нам хотелось бы. Боже, учи нас уповать на Тебя и любить, любить ближних, непохожих, ошибающихся, порой обидчивых, любить, потому что только любовь исцеляет, только любовь. Я молю, мой Бог, коснись Твоей любовью сердца, которые тяжело сейчас. Покажи им, что многие вещи, из-за которых мы так сильно переживаем, они не так важны, как нам кажется. Я молю, мой Бог, чтобы мы уповали на Тебя. Исцеляй, 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 исцеляй. У нас у всех разное образование, разное социальное положение, разный материальный уровень, разный достаток, разные таланты, разные способности, разные хобби, но у нас один Бог, одна вера. И ты призываешь нас любить друг друга, непохожих, таких отличающихся, друг как друга, любить и принимать. И сильные среди нас, не те, кто возвышаются и подавляют, а те, кто сносит немощи бессильных. И наибольший среди нас тот, кто всем является слугой. Я молю, мой Бог, чтобы евангельские ценности были в нашей жизни, ибо это важно. То, насколько мы лично следуем за Христом, вот это важно. то, насколько мы жаждем и алчим правда, это важно. Благослови Господь. Благослови Иисус. Я молю, мой Бог, чтобы, приходя в церковь, мы могли ощущать теплоту рук друг друга, теплоту, теплоту сердец друг друга, теплоту отношений. А если даже будет где-то недовольство или холод, мы не концентрировались, потому что это неважно, это все проходящее, только любовь пребывает вовек. Все обиды, все недостатки, все это изменится, все это пройдет, а любовь пребывает вовек. И мы хотим не за обиды держаться, не за недовольство держаться, не за свою гордость держаться, мы хотим держаться за Тебя, за Твою великую любовь. Нет ничего более важного. Твоя великая любовь, которая нас прощает, принимает, таких, какие мы есть. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарим Тебя, Тебя .